добрый день дорогие пекари смотрите какого красавцы я только что испекла прекрасный прекрасный раскрытый с хорошим гребнем с хрустящей корочкой и сегодня хочу вам показать небольшой эксперимент что же будет с хлебом если его не надрезать я сделала два одинаковых хлеба выбраживала и расстаивала их одинаково и вот эти две заготовки я одновременно отправила на выпечку и этот надрезала а второй не надрезала и финале вы увидите что же произошло и так здесь у меня две одинаковые заготовки выбраживались и расстаивались они в абсолютно одинаковых условиях изначально это было одно тесто которое я поделила пополам на равные части и разложила по формам для подъема соответственно они абсолютно в одинаковых условиях росли и развивались выпекать я их буду одновременно на своем стальном листе первые 15 минут буду подавать пар снизу при помощи миски с кипятком который поставлен на дно духовке беру первую заготовку выкладываю ее на бумагу и вторую заготовку также выкладываю выпекать я буду одновременно поэтому и подготавливает выпечки также одновременно берем лезвие и надрезаю как обычно тесто мне немного тянется потому что растойка проходила в тепле ну а вторую заготовку как я уже сказала ранее я не буду надрезать сразу оба хлеба отправлю на выпечку на моем стальном листе и 2 туда же все ждем когда испекутся и посмотрим на результат хлеб у меня испекся давайте на него смотреть это тот что был надрезан очень красивый а это тот что не был надрезан он вот таким шариком не надрезанный хлеб у меня не порвало по той причине что он был полностью расстоян брожение теста у меня заняло 6 часов и расстойка почти два часа полтора часа потом я включила разогреваться духовку еще почти полчаса и разогревала так что почти два часа была расстойка поэтому его не порвало здесь раскрытие красивая очень живописно получилось и давайте теперь посмотрим за счет того что хлеб был расстоян полностью видите его внешний вид не не пострадал и он не лопнул по длине они у меня одинаковые поскольку они расстаивались в одинаковых корзинках а вот по ширине они разные не знаю насколько я смогу их горячие приложить друг другу сделать если вот так вот все таки есть небольшой подрыв в неожиданном месте снизу вот смотрите по площади основания до по ширине хлеб который был надрезан он почти процентов на 20 25 шире получился попробую вам показать хоть мне и горячо по высоте вот этот за счет гребня конечно чуть чуть повыше но а этот вот он вровень с той частью которая ниже гребня то есть подъем у него на уровне вот этом здесь за счет гребня получился подъем повыше какой делаем вывод я еще разрежу и мы с вами посмотрим на мякиш но сейчас какой делаем вывод надрез позволяет хлебу больше подняться раскрыться стать шире выше то есть объем хлеба увеличивается соответственно внутри значит должны быть более крупные поры и более такой раскрытый мякиш здесь у нас более скромный объем и соответственно посмотрим на мякиш здесь будут ли отличия но и просто презентабельный внешний вид согласитесь вот такой он на мой взгляд более интересен чем вот такой особенно это важно для тех кто печет на продажу либо на подарки конечно хочется чтобы внешний вид радовал наших покупателей и тех кого мы угощаем ну а теперь давайте разрежем еще не полностью остальных лет но почти это тот который надрезанный и тот который не был надрезан смотрите какая большая разница такие большие здесь оказались пузыри у меня полностью расставился хлеб и вот переростой еще нет но тем не менее здесь образовались огромные пузыри под кожицей здесь же газ распределился более равномерно да есть тоже несколько более крупных пузырей ближе к корочке но тем не менее здесь более красивый рисунок мякиша задавайте ваши вопросы пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал зовите друзей будем продолжать с вами печь из причем еще очень много всего интересного